Здравствуйте! На канале Заречные новости. С вами Анастасия Подольская. И вот о чем мы расскажем вам в ближайшие 30 минут. В Заречном будет разработана программа, направленная на укрепление Института семьи и семейных ценностей. Мы пытаемся тогда обобщать вот эти предложения. Я надеюсь, что на следующей неделе мы приступим все-таки к обсуждению конкретных мер, которые позволят нам ситуацию в городе начать улучшаться. Заречный стал хорошим трамплином для одаренных детей. Один из лицеистов, автор экономической игры, приглашен в лагерь высшей школы экономики. Само обучение будет разделено на несколько блоков. Это блок политологии, блок экономики, блок международного права, политологии, как я уже сказал. Ну, все связано с политикой. Баскетбольный клуб «Союз» приступил к подготовке к чемпионату России в Суперлиге Б. На новый сезон у спортсменов амбициозные планы. Команда подобралась молодая. И это значит то, что амбиции будут переть через край, все будут хотеть, хотеть, хотеть играть. И постараемся на желании на таком что-то показать. В Заречном будет разработана программа работы с семьями. На выездном совещании в 226-й школе мэр Заречного Вячеслав Гладков поставил перед руководителями образовательных учреждений города вопросы о причинах, сложившейся в городе проблемной ситуации с трудными подростками и способах ее улучшения. Большинство специалистов сошлись во мнении, что корень проблемы в несовершенстве самого института семьи. Само понятие семьи в умах поколения 90-х претерпело не лучшие изменения, с последствиями которых и приходится теперь бороться. Участники совещания выдвинули ряд предложений по возрождению существовавших ранее проектов и созданию новых, целью которых будет совместная работа с детьми и родителями. Также звучали предложения о способах ликвидации разрывов во взаимодействии различных структур, ответственных за воспитание, здоровье и безопасность подростков. Мы пытаемся тогда обобщать вот эти предложения. Я надеюсь, что на следующей неделе мы приступим все-таки к обсуждению конкретных мер, которые позволят нам ситуацию в городе начать улучшать. В прошедший понедельник глава администрации Заречного Вячеслав Гладков на совещании комиссии по делам несовершеннолетних объявил об обновлении состава самой комиссии. Со стороны муниципалитета одного человека мы оставляем. С стороны медсанчасти Александрович Бусыгин, я думаю, безусловно, человек, который должен быть здесь. По его мотивации, по его отношению, по его профессионализму, наверное, аналогов в Пенинской области нет. По всем, кто представляет насовершение на постоянной основе, то есть решение на принятом, по смене состава выносим на собрание представителей. И я больше не потерплю формального отношения к проблемам. Для активизации работы над решением проблем детей и подростков мэр предложил включить в состав КДН директоров школ и учреждений дополнительного образования. Мэр Заречного подчеркнул необходимость контроля за физической безопасностью каждого ребенка и обозначил ближайшую задачу – обеспечить занятость дня всех несовершеннолетних на летний период, состоящих на учете. Для тех, кто не посещает оздоровительные лагеря и нетрудоустроен, будет рассмотрена возможность организации профориентационных сборов с экскурсиями на предприятия и питание. В Заречном с 31 июля по 30 августа проводятся ежедневные ночные рейды по местам массового скопления молодежи. Усилить контроль за подрастающим поколением потребовал глава администрации Заречного Вячеслав Гладков. Межведомственная комиссия курсирует по пяти маршрутам, проверяет злачные места. В частности, территорию магазина «Мясная лавка», сквер Димакова, территорию за гаражным кооперативом номер 9 и гаражным кооперативом «Кристалл», а также район 20-й дороги. Участникам рейда уже удалось выявить несколько правонарушений. Для дальнейшего разбирательства были вызваны наряды полиции. В ряде случаев членами комиссии были проведены профилактические беседы. Зареченский лицеист Кирилл Толкачев отправится в летнюю профильную школу, организованную Национальным исследовательским университетом Высшая школа экономики. С 8 по 16 августа ее участники будут посещать теоретические занятия, деловые игры и займутся проектной деятельностью. Перед отъездом юноша успел пообщаться с нашей съемочной группой и рассказать, чего он ждет от этой поездки. История и общество знания – любимые предметы ученика лицея номер 230 Кирилла Толкачева. И он не только изучает общественные науки сам, но и помогает в них разобраться другим. Кирилл стал соавтором экономической игры, которую провели во второй смене в детском оздоровительном лагере «Звездочка». Дети изучали механизмы функционирования экономики на практике. У нас были государства, они боролись за территорию. Как они могли получить территорию? Они покупали территорию на виртуальные деньги, которые получали путем перевода баллов в эти деньги в Международном банке. В «Звездочке» Кирилл был модератором деловой игры. Но скоро у него будет возможность побывать в роли ее рядового участника. Старшеклассник проведет неделю в летнем лагере, организованном высшей школой экономики в Москве. Само обучение будет разделено на несколько блоков. Это блок политологии, блок экономики, блок международного права, политологии, как я уже сказал. Ну, все связано с политикой. Кирилла ждут теоретические занятия, деловые игры, проектная деятельность, знакомство с историческими местами Москвы и Подмосковья. А также у него появится возможность побольше узнать о самой высшей школе экономики. Ведь это один из вузов, куда он планирует подать документы в следующем году. На свойственной экскурсии нам расскажут, что и как в этом институте. Расскажут про факультеты, про преподавателей. То есть я уже буду знать, у меня будет какая-то база знаний об этом университете. Кирилл уезжает в Москву 7 августа. Занятия в летней школе начнутся уже 8 числа. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадио, компания «Заречный». Зареченцы хотят новые, хорошие и ровные дороги. Но сами по себе они не появятся. Дорожные службы приступили к срезу старого асфальтового покрытия на улице Заречной и столкнулись с проблемой. Брошенный на дороге автотранспорт мешает ходу дорожных работ. Еще одной проблемой является то, что у нас как бы горят уже сроки. Поэтому мы должны делать данный вид работ быстрее, закончить его, чтобы сдать. В срок мы не успеваем из-за именно припаркованных автомобилей, мешающих ход работ. Поэтому еще раз убедительная просьба на ход работ убрать автомобили с этих мест. С августа изменен график движения общественного транспорта по ряду направлений. Отправление последних автобусов из города Пенза от остановочного павильона Пенза 1 по маршрутам регулярных перевозок номер 102 и 101 будет осуществляться в 22.30 и 23.00 соответственно. Претерпят изменения и маршруты движения муниципальных автобусов в октябрьский район города Пенза в направлении часового завода. В указанном направлении будет осуществляться только два рейса в рабочие дни со временем отправления в 6.20 от 132-го квартала города и в 17.10 от производственного объединения «Старт». Кроме того, изменения коснулись и городского маршрута 132-й квартал, 18-й микрорайон. Подробно ознакомиться с графиками движения автобусов можно на сайте муниципального предприятия «Автотранс», а также на портале «Город-Зет» в разделе «Объявления». В Заречном идет плановая вакцинация детей от пневмококковой инфекции. Подробнее об этом расскажет Григорий Тризна. В Заречном проходит плановая вакцинация. Уже 30% зареченских детей не страшна пневмококковая инфекция. Она является причиной таких заболеваний, как отит, пневмония, менингит, миокардит и артрит. По мнению врачей, профилактические мероприятия важны и необходимы, так как болезни, вызванные пневмококками, очень тяжело поддаются лечению. Пневмония протекает у детей маленьких, как правило, достаточно тяжело, с высокой температурой, с оснобом, с интоксикацией, с кашлем, длительно может протекать. Для того, чтобы предупредить все эти неприятные явления в жизни детей, было принято решение с 2014 года в календарь ввести пневмококковую инфекцию, вакцинацию от пневмококковой инфекции. Для прививания детей от 2 месяцев до 5 лет используется вакцина «Превенар-13», для более взрослых – пневмо-23. Оба эти препарата импортные, они не вступают в конфликт с другими вакцинами, указанными в национальном календаре профпрививок. Также они практически не вызывают осложнений и не имеют противопоказаний. Заречицы к плановой вакцинации относятся противоречиво, но большинство ее все-таки одобряют. Как вы относитесь к прививкам для детей? Ой, очень положительно. Прививаете ребенка, да? Обязательно. И сама даже прививаюсь. От всех гриппов, гепатитов. Обязательно. Я отношусь к этому положительно. Отношусь отрицательно до года, после года делается, да. Согласно. Отрицательно. А почему? Ну, не доверяю я. Ну, положительно. Прививаете ребенка? Ну, прививаем периодически. Как только положено. Выбор, делать ребенку прививку или нет, остается за родителями. Стоит лишь помнить, что гораздо проще бесплатно сделать один-единственный укол, чем долго лечить ребенка или пытаться избавиться от последствий болезни. Григорий Тризна, Владимир Полищук, сель-радиокомпания «Заречный». Продолжается трудоустройство подростков во время летних каникул. В июле Центр занятости населения помог найти временную работу 186 ребятам. А в августе 11 организаций города радушно приняли к себе 88 человек. Это такие организации, как Старт, Микерет, ЖСКХ, Торговый центр «Глобус», Автотранс, Медсанчасть 59, Детская и Юношеская спортивная школа, Дом творчества детей и молодежи, Горэлектросеть. Подростки работают подсобными рабочими, оформительно-технической документацией, упаковщиками. Заработная плата составляет за полный отработанный месяц около 3000 рублей и материальная поддержка за счет средств Центра занятости составляет 1275 рублей. Постоянные и временные рабочие места с начала года в «Заречном» нашли 838 человек. По информации, предоставленной Центром занятости населения города «Заречного», на 3 августа численность граждан, обратившихся к ним за содействием в поиске подходящей работы, составила 1521 человек. Более половины из них были трудоустроены. Численность зарегистрированных безработных составляет 456 граждан. Заявленная работодателями потребность в работниках – 561 вакансия. Из них по рабочим профессиям – 324. Счет квоты для инвалидов – 137. Уровень регистрируемой безработицы – 1,22%. В минувшем сезоне зареченский баскетбольный клуб «Союз» стал бронзовым призером чемпионата России высшей лиги. В грядущем сезоне спортсменам предстоит побороться за награды Суперлиги Б. Подготовка к новым стартам уже идет полным ходом. Планами на новый сезон баскетболисты поделились с Ксенией Тризной. Ни мяча, ни кольца. Вместо привычного паркета – зеленый газон. Баскетболисты пока тренируются, как они сами говорят, на земле. Сборы перед новым игровым сезоном только начались. Мы приступили. Нам нужно больше всего, конечно, функционально набрать, для того, чтобы в сезоне все это выглядело более-менее прилично. Спортсменам нужно прийти в форму после долгого летнего отдыха. Поэтому пока на тренировках упор делается на общую физическую подготовку, силовые упражнения, кроссы. По итогам сезона 2014-2015 зареченские баскетболисты стали бронзовыми призерами чемпионата России высшей лиги. В новом сезоне «Союз» будет играть в Суперлиге Б. Команда пока укомплектована не полностью. Идет набор игроков. В большей степени, наверное, процентов на 70, если даже не больше, будет наших зареченских игроков. То есть, и плюс еще ребята с Пенза. Будем брать высокорослых, естественно, игроков, потому что недостача именно в этом, скажем, полуа у нас. Баскетболисты собираются приложить все усилия, чтобы достойно сыграть в новом сезоне. Но прогнозов на места в турнирной таблице пока не делают. Оценивать, наверное, мы не будем, но команда подобралась молодая. И это значит то, что амбиции будут переть через край. Все будут хотеть, хотеть, хотеть играть. И постараемся на желании на таком что-то показать. 20 августа баскетболисты «Союза» планируют приступить к тренировкам в зале. А 29-30 августа они уже будут в городе Косимы в Верезанской области. Там пройдут первые стыковые матчи. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Подробнее о межсезонной подготовке баскетбольного клуба «Союз» мы поговорим с главным тренером команды Александром Дранковым. Ждем его в нашей студии сразу после информационного блока. А пока продолжим. Сегодня после новостей смотрите на нашем канале программу «Вопросы есть». Одна из тем выпуска – повышение платы заводу для жильцов, которые не установили в своих квартирах индивидуальные приборы учета потребления коммунальных ресурсов. 261-й федеральный закон об энергоэффективности предполагает ступенчато повышение платы для тех, кто не хочет своевременно устанавливать приборы учета. В частности, если брать чисто вот наш «Заречный», у нас на сегодняшний день порядка 30 многоквартирных домов до сих пор не установили себе приборы учета на тепло, холодную воду. У нас более 20% населения квартир на квартирных жилых домах не оборудованы приборами учета на холодную и горячую воду. К чему это ведет? С 1 июля этого года цены на отпускаемое тепло, ну, практически будем говорить, это с начала отопительного сезона, они повысятся на 20%, а с 1 января 2016 года на 30%. Аналогично также будет увеличение тем, кто не поставил себе приборы учета на холодную и горячую воду в своих квартирах. Полный ответ первого заместителя главы администрации «Заречного» Виктора Шошкина смотрите в программе «Вопросы есть». Кроме этого, специалисты предприятий и организаций города расскажут о льготах на проезд в автобусах большой вместимости для детей из многодетных семей и о том, какие категории пенсионеров с 1 августа будут получать выплаты в большем размере, а также ответят на другие вопросы горожан. Смотрите программу «Вопросы есть» после выпуска новостей на канале «Заречный». А сейчас мы прервемся на короткую рекламу, сразу после которой поговорим о баскетболе с главным тренером Баскетбольного клуба «Союз» Александром Дранковым. Оставайтесь с нами. Прайм. Магазин электроники твоего города. Собрать ребенка в школу в магазине «Инмарт» просто и выгодно. Удобные рюкзаки, новые коллекции тетради и дневников. 10 тысяч наименований товаров для школы. Учитесь с удовольствием. «Инмарт». ЦУМ. Нулевой этаж. Доходная программа «Молоко. Белое золото России». 24,75% годовых. Ваши деньги работают в аграрном секторе России. Риски по сбережениям застрахованы. Кредитно-потребительский кооператив «Семейный капитал». 99,87,41. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Чем к школе ближе, тем цену ниже. В «Канцлере» акварель за 49,90. Предметная тетрадь за 19,90. Гуашь за 149,90. А рюкзак за 399 рублей. Экономим на покупках, а не на знаниях. Все в организаторе. Правила и сроков проведения акций уточняйте в магазинах «Канцлер». Купить или продать квартиру, узнать подробности о компании-застройщике или найти подходящий вариант. Можно в одном месте. Зайди на город Z. Сотни предложений, вторичное жилье и квартиры в новостройках. Добавь свое объявление совершенно бесплатно. Решить квартирный вопрос просто. Просто зайди на город Z. Спецуправление Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России предупреждает. Большинство пожаров в жилых домах возникает по вине нетрезвых курильщиков. Курение в постели смертельно опасно. Маленькая сигарета – большая беда. Продолжаем выпуск. У нас в гостях главный тренер баскетбольного клуба «Союз» Александр Дранков. И с ним мы поговорим о подготовке команды к новому сезону. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Викторович, в прошлом сезоне нашей команде удалось завоевать бронзовую награду чемпионата России высшей лиги. И сейчас, наверное, команда уже начала подготовку к новому баскетбольному сезону. Вот расскажите нам, пожалуйста, как же происходят эти подготовки и к чему мы, собственно, готовимся? Да, на самом деле подготовку мы наконец-то осуществили, скажем, осуществляем. То есть мы с 3-го числа начали уже тренироваться, то есть постепенно втягивающие тренировки. В большей степени тренировки идут именно на общую подготовку, именно бегаем по земле, скажем так, не заходя в зал. То есть для того, чтобы нам набрать физическую кондицию, которую мы, я думаю, что не то что потеряли, а совсем растеряли. По окончанию в прошлом году, то, что мы заняли третье место, уже можно забыть все это и начинать заново. То есть команда была в продолжительном отпуске и на протяжении трех месяцев, то есть так же, как и я и все игроки, то есть мы были в продолжительном отдыхе и я-то понятно, да, если я уже, скажем, немножко подзабыл где-то свои, приходится поднимать записи, то есть какие тренировки нужно давать, что нужно давать, то ребята растеряли все свои физические кондиции. То есть это нужно просто-напросто наращивать, это все нужно возобновлять, это все нужно нарабатывать. То есть сейчас мы потихоньку начали двигаться и будем продолжать набирать физическую форму. Больше я еще раз говорю, то есть ляк-литические все вот эти вот движения, бег, прыжки и все остальное до 20-го числа. Только после 20-го числа мы уже потом будем заходить на паркет, то есть передвигаться уже потихонечку в зал. По одной тренировке будет одна тренировка у нас на улице, одна будет в зале. И 29-го и 30-го числа уже где-то примерно запланированы где-то контрольные игры для того, чтобы играть и нарабатывать уже комбинационные какие-то взаимодействия. Александр Викторович, вот вы говорили об отпуске, о том, что команда отдыхала, игроки отдыхали. А расскажите, пожалуйста, какие-то, может быть, у вас были общекомандные мероприятия, вы отдыхали все вместе или просто каждый отдыхал сам по себе? Ну, естественно, мы сезон как бы по приезду, да, когда чемпионат закончился, по приезду мы командой полностью. То есть у нас есть такая традиция, то есть по началу сезона мы, то есть начало сезона, когда уже собирается вся команда, мы стараемся собирать всю команду вместе со всеми игроками, женами, с детьми. То есть потому что ряд игроков приезжает просто-напросто других игроков. И им какое-то, и приезжают ихние половинки, да, с детьми. То есть им нужно общение, то есть новый город, новые люди, никого не знают. Мы стараемся, чтобы семьи просто-напросто, особенно жены, ну, познакомились с детьми. И общение какое-то происходило для того, чтобы они хотя бы ходили к друг другу в гости. Вот, то есть на Новый год мы собираемся, и в конце сезона то же самое. То есть у нас традиция еще, то есть это уже на протяжении многих-многих-многих лет. Мы собираемся все вместе, завершили мы сезон, отметили мы победу, и ребят распустили, то есть продолжительный отпуск. То есть, причем финансовый, скажем, достаточно много у нас, 30% где-то убрали у нас бюджета, то есть нехватка бюджета. Нам пришлось ребят отпустить, то есть бессрочный, скажем, за свой счет, так же как и клуб, для того, чтобы сохранить этот клуб. То есть мы решили, что вот несколько месяцев, ну, и в отпуске, то есть не за 17 лет, то есть это первый год, который мы на самом деле, июль месяц, то есть мы бессодержание все. Вот, может быть, это сказано как бы это, но ребята некоторые провели даже или как бы обрели, наверное, новые какие-то еще профессии, потому что три месяца все равно что-то нужно как-то работать и зарабатывать какие-то деньги даже на жизнь. Ну, сейчас как бы все это возновилось, и благодаря все-таки руководству нашему городу, то есть мы сохраняем при нынешней ситуации то, что у нас происходит в стране, при нынешней ситуации, то есть мы сохранили клуб и сохраняем, да, то есть глава администрации Вячеслав Владимирович Гладкову, спасибо, что он сказал, что клуб будет существовать, то есть он будет существовать, будет играть, продолжение есть, благо мы начали уже работать. Ну, клуб будет существовать, это замечательно, и вот у вас уже начались подготовки, правильно, и, естественно, у каждого игрока, у каждой команды есть какие-то свои сильные стороны и какие-то моменты, которые нужно доработать. Так вот, на чем делается упор сейчас в тренировочном процессе нашей команды, нашей сборной? Ну, в прошлом году, да, опять зацеплюсь я немножко за прошлый год, то есть были более опытные, наверное, игроки, то есть сейчас, в данный момент, наверное, в сегодняшнем сезоне будут игроки более молодые, более, скажем, ну, перспективные на будущее, то есть команда, наверное, будет по возрасту, ну, от 94-го года и младше, то есть такая молодая команда, то есть ребятам будет по 20 лет, то есть в большей степени упор идет именно на индивидуальную подготовку, то есть на технические их обучения, то есть это на дриблингом, на бросками, то есть на передачей, то есть практически не уделяется никаким образом командной игре, то есть это будет где-то ближе к сентября месяца, но в любом случае, то есть и в сезоне будет уделяться огромное большое, именно техническое, потому что у нас все-таки баскетбола очень огромное количество и технически очень тяжелый все-таки вид спорта, и мы стараемся поддерживать, и особенно после отпуска, после продолжительного, то есть нужно это все наработать и восстановить просто-напросто, чтобы в мыслях и в голове все эти нюансы восстановить. Александр Викторович, а вот Вы затронули вопрос о составе команды, так какие же изменения в этом сезоне претерпит состав баскетбольного клуба «Союз»? Кто придет, кто уйдет и с чем может быть это связано? Ну, я скажу, ушли многие игроки, многие игроки, и мало того, что они ушли, то есть они ушли на выше, ну, по выше на ранг, то есть если мы играли выше лиги, да, то они ушли, ряд игроков, просто-напросто в Суперлигу. То есть было приглашение, то есть это у нас и Семченко ушел в Суперлигу, будет играть за Владивосток, это у нас и Шиповалов, который в прошлом году был лидером и попадал, по-моему, попал в символическую пятерку по высшей лиге, по забитым очкам, то есть ряд игроков ушли на выше более уровень, то есть мы игроков не можем никакой, ну, то есть финансовой поддержки такой сильной, у нас как бы спонсоров нет, да, ну, а спортсмены, естественно, то есть нужно зарабатывать денег, мы не можем предложить просто определенное количество денег, которое предлагают там в Суперлиге. И вот, и в большей степени у нас будет ребята, процентов, наверное, на 70 будет именно из-за реченских ребят состоять, то есть команда, естественно, у нас нехватка, даже в городе, да, у нас нехватка высокоросных игроков, то есть это, как у нас называется, центровых, то есть мы будем в поисках сейчас центровых, то есть ребята, которые борются у нас под счетом, то есть у нас просто их нет. А так, наверное, я думаю, что процентов 70, плюс у нас в прошлом году был дюбл, то есть ребята, дюбл у нас на следующий сезон уже не будет, то есть не получается у нас по финансам, то есть мы, вот, то есть мы будем привлекать, вернее, даже не привлекать, а они будут в составе, то есть те ребята, которые были в прошлом году в дюбле, то есть он свой, ну, скажем так, хлеб дал дюбл этот, то есть ряд игроков, то есть, точнее, пять игроков будут в основном в составе в Союзе. Процентов 70 будут местные игроки и 30 процентов будет придерживаться. Александр Викторович, ну у нас с вами осталось буквально пару минут, и вот у меня к вам такой вопрос. В прошлом сезоне наша команда играла в чемпионате России в высшей лиге, а в этом году она будет сражаться за призы, за медали Суперлиги Б. Вот объясните, пожалуйста, в чем разница между этими двумя лигами? Чем принципиально они отличаются? Да, в этом году, то есть на заседании в Российской Федерации баскетбола, то есть прошло заседание, и было вынесено решение такое, чтобы, то есть Суперлига у нас как есть, так и есть была, да, то есть они теперь разделили высшую лигу на две половинки, то есть 10 команд лучших в высшей лиге будут теперь называться Суперлигой Б, то есть будет у нас теперь Суперлига А, 10 команд лучших в высшей лиге, они будут называться Суперлигой Б, и все остальные команды, это 12 команд, то есть которые заняли от 11 и ниже, то есть это 12 команд, будут участвовать в лиге, в высшей лиге, вот, то есть почему, как бы мы пошли, ну в первую очередь, да, почему команда Союз будет участвовать, это естественно, что мы находимся в десятке лучших, это первое, а второе, то есть те команды, которые находятся в этой десятке, они находятся по территории просто-напросто ближе к нам, то есть это Саранск, это Тамбов, это Энгис, это Чебоксары, то есть те, которые близко от нас находятся, и я уже еще раз повторюсь, да, нехватка финансового, просто-напросто финансов, мы остались в этой лиге, не ушли в высшую лигу, так как ближе команда к нам находится, и мы будем участвовать в Суперлиге Б. Понятно. Александр Викторович, спасибо вам большое, что вы ответили исчерпывающе на все наши вопросы, мы вам желаем побед, успехов в вашей команде, и приходите к нам еще. На этом наш выпуск подошел к концу, следите за новостями на телеканале «Заречный». С вами была Анастасия Подольская, всего доброго. Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Компания «Ремстрой» – один из лидеров по производству и установке высококачественных пластиковых окон. «Ремстрой» входит в 100 лучших товаров России и награжден золотой медалью за качество. Производство и установка пластиковых окон, натяжных потолков, стальных и межкомнатных дверей, горизонтальных и вертикальных жалюзей, а также продажа и установка кондиционеров. Все это компания «Ремстрой». «Ремстрой». Ремстрой. 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 Редактор субтитров А.Семкин